Супруга моя Нина Ивановна уехала в Москву. Ему остались дома одни с Вачкой-котом. Заскучали чего-то. Вижу, Васька что-то хвостиком машет. Видно, меня приглашает выпить пиво. Я пошёл, схватил пиво, купил. Пришли мы с ним. Не зря он паутишко махал хвостом. Он очень любит, когда я пью пиво и закусываю красной рыбкой. Особенно любил он рыбу, как раз на это. Позабыл. Он знал, что я её посолил. Посолил. И он горбушу эту мог есть день и ночь. Невзирая, солёная она, копчёная она или какая, очень любил эту рыбу. Нюх у него был на неё исключительный. Вот. Усели мы, значит, с ним за стол, телевизор смотрим. А на кухне я до этого поставил свинину. Внутряную купил свинину. Думаю, вытоплю жир, будут шкварки. А шкварки с картошечкой. Очень прекрасная вещь. Вот. Сидим, значит, попиваем. Ему я кидаю. Он хвостиком машет. Особенно у него был длинный хвост. Только кончик отработал. Туда-сюда, туда-сюда. Дискать, дай где-то ещё. Ну, я потом, значит, гляжу, что-то стало пахнуть. Думаю, что такое? Пахнет и пахнет. Потом гляжу, дымок появился, синий. Я, значит, рыбку-то положил в сервент, в блюдечко, а пиво на столе. А щель-то открыта была у стекла-то. Значит. Открыта щель. Пришёл я в кухню. Вот. А там шкварки дымят во всём. Аж пламя уже идёт. Я шкварей, значит, пупайку накинул. Тут тряпками, тряпками всё. Всё потушил. Ну, конечно, ничего там такого особого не случилось. Но потолочек-то я прокоптил крепко. Вот. Чёрный такой был потолок-то. Потом я возвращаюсь, а Васьки-то нет. Гляжу, он в серванте. В серванте щадит, и там уже от рыбки вот этой не осталось ничего. Я... Видит, дело плохо. Он стал метаться и метнулся. И метнулся, видимо, на стекло. И стекло-то из склизов. Выехала склизы пластмассовые. Плохо, а прибиты. Выехала и упала около серванта и разбилась на осколочки. Я, значит, подбежал, в Васькову бежал, и поскользнулся я, и упал прямо на эти стекла рукой. Вот. Рукой упал, гляжу, кровь потекла. Ёлки-палки. Рана большая тут, около изгиба от руки. Вот. А левой. А кровяная такая. Господи, что же мне сейчас делать-то? Ни бинта, ничего нет. А тут соседка у нас это была внизу. Варя. У неё, значит, мать-то работала в интернете медсестрой. Вот я побежал к ней и говорю, Варя, смотри-ка, что перевяжи. Она говорит, сейчас, сейчас, Артем Таджевич, перевяжем. Значит, её там смазала меня бинт, наложила. Я, значит, дверь эта на ключ, а время уже было. Во-первых, был это выходной воскресенье и позднее. вот. Ну, я часов семь на вечер, это девятнадцать. Я, значит, в трампунт. В трампунт находился там, где, это, а? Седьмая? Да, седьмая. В седьмую больницу, тут трампунт. Приехал, там очередь большая, записался, жду. Вот. Уже подошла моя очередь, а вот мне уже она, как бы, вот заплыла, вроде, такая, масса образовалась. Он развязал мне, посмотрели, промыли, туда-сюда. к сестре, не знаю, делали мне это рентген или нет, я точно не помню. Больно, конечно, но не было вообще. так просто, может, от испуга. Сестра тут промыла немного, туда-сюда, берет эту нитку и мне, значит, наложила шов. Вот он шов. Наложила шов. Вот это здесь, видишь? Наложила шов. Вот он. Это видел. Вот это шов. Вот. А приехал я, значит, додомой, додали мне больничный, вот, ателист и направили на лечение на Зеленую улицу или электричеством лечь или как-то одним словом физио-отолечение. Физиотерапия. Проходил я туда целый месяц. У меня тут швы с ним, это швы, рубцы остались большие, это рубцы. Вот. Там говорят, он постепенно, они говорят, это сгладится, ничего страшного нет. Ну, я успокоился, но рука не стала, это, кисть не стала полностью изгибаться. Ага. Понимаешь? Вот. Она вот только таким образом полностью не осталась. Значит, я нарушил тут какие-то атосвязки и они атосрослись неправильно. Так, и меня, значит, назначили в госпиталь, как бы это, можно ли мне сделать операцию. врач посмотрел и говорит, так теперь у тебя и будет, операции у тебя не будет. Я говорю, а почему? А потому, что у тебя тут все связки перепутаны, их установить проблема. Даже, говорит, никто и не возьмется. Ладно, говорит, хоть так рука изгибается, его изгибается. И все, на этом он меня успокоил. но это было до инсульта. До инсульта. Вот. Ну, я пошел работать, работал, все нормально, рукой двигал, но полностью рука не изгибалась, то есть кисть не изгибалась. Но прошло где-то лет пять, наверное, да, лет пять. И гляжу, кисть вот здесь, вот это на место тыльное, стало что-то, ну, мокнуть и клейкое. Думаю, что такое тут у меня мокнет, да мокнет. Я присмотрелся, а тут образовалось отверстие и вытекала белая жидкость. Я, значит, округлазачья, не знаем, что это у тебя такое, не знаем. Я говорю, может быть, это, как ее, белая, как ее, шарики-то. Нет, это не они, нет, нет. Приходим, будем, все, без нас. И оно, меня, это, мазали мне, все тут, мазали, делали, делали. Значит, 12 дней к ним опроходил, мы, говорят, бессильно, не знаем, что с тобой надо делать. Не рубцуется, говорит, ну никак, не заживает. Вот. Я говорю, вот так вот, говорю, и не заживет, потому что, говорю, о крови-то, говорю, здесь, ну нет, вы, говорю, мне немножко здесь, ну разрежьте, кровь потечет, говорю, и все будет нормально. Она смотрит на меня, а может быть и так. Ладно, раз, раз мне, кровь потекла, забинтовали, болячка образовалась, все прошло, и все стало потихоньку, и здорово, я стал жить спокойной жизнью. Я так же работал, все, я доходил, потом был инсульт, я, значит, на клюшку стал опираться этой рукой, вот этой. Вроде больновато, но ничего, ничего. Побаливала, но чуть-чуть, побаливала, но чуть-чуть. Я, значит, упирался клюшкой, как бы это место стало выдвигаться, выдвигаться. но я так внимания не придавал значения, поэтому наступил 2018 год, это прошло где-то 18 лет. Приехала дочь из Москвы и стала жить на своем присадебном участке, который я ей пивотизировал. Она там насажала кабачков, насажала тыкв, это, говорит, нам на еду, яблок в тот год аккурат, но не было. Я говорю, ну, Марина, ты и задаёшь, кто же, говорит, будет их есть. И мы давай с внуком носить их домой потихонечку. То Кирилл возьмёт, то я возьму на машину, а тут ему было некогда, он был дома. Я набрал много кабачков и левой рукой вот этой, где оклюшку я это всё время. Ну, кабачка четыре положил в сетку и нёс до машины, до легковой, которую, значит, на вызву. Пришёл домой, гляжусь, пытало это место пухнуть и образовался как будто там в этом какая-то как бы нарыв. Кирилл говорит, это дело плохое. Я говорю, да пройдёт это, говорю, у меня такое уже было. Я говорю, сейчас, говорю, похожу, всё пройдёт и сгладится. Он меня всё же наставил в больничку сходить. Я собрался туда, к хирургу пришёл, хирург говорит, она там, обратно это же. Не помню, говорит, я помню, говорит, это у вас. Я говорю, да это было давно, я уже у вас был. Ну и что у тебя? Ой, это ерунда. Сейчас мы тебе тут, это, говорит, вроде очирышка. Пойдём, она мне это разрезала, выпустила всё оттуда, всё оттуда выпустила, перевязали мне, лекарства положила, и так я у неё отлечился две недели и не заживает и никак. Мы, говорит, уже бессильно, придётся, говорит, тебе сейчас на рентген вот и будешь готовиться идти в госпиталь. Я пошёл на рентген, там меня встретили, давненько, у нас не было. Помнят меня, значит, сделала мне в двух или в трёх опроекциях рентген. Это военномерство сделала, всё, говорит, собираюсь, вот тебе снимок. На следующий день я поехал в госпиталь. Думаю, ну, там сейчас меня примут и сразу. А там сказали, эй, голубчик, тут надо очередь, большая очередь. Раз ты сам приехал, значит, у тебя не особо болит. И записали меня на следующий месяц, на следующий месяц. Вот, и я этой очереди ждал, ходил в больницу на перевязку. Вот, там меня всё отлечили, и это место не заживало и не рубцевалось, никак не заживало. Вот, наступило время, мы с дочерью поехали в госпиталь, там нас осмотрели и направили. Так, один врач осмотрел и говорили, вот, госпитализация, не отказывайтесь. Я говорю, ладно, не откажусь. я, говорит, вас сейчас, говорит, это направляю в гнойный отдел. Там, говорит, вас посмотрят, посмотрят заведующий этого отдела. Пришли в гнойный отдел, посмотрели, вот, он говорит, снимок у тебя хороший, всё у тебя это хорошо, я тебе, говорит, но это, говорит, так будет всю жизнь. Тебе придётся, говорит, смириться и всё время мазать антисептиками, антисептиками и промывать это место хозяйством мылом. Погоди, я, говорит, тебе сейчас тут ещё кое-что это сделаю, он туда что-то сунул, как пинцет, я же скрикнул от боли, вот, ну и всё, говорит, придёшь, говорит, теперь туда, это к тебе, и там тебе всё скажут, дал мне то, что был это на приёме, туда-сюда и всё, я пришёл к ним потом, отдал снимок, всё, всё, лечение, говорит, твоё окончено, можешь быть свободен, а у нас попала сама хирург на лечение, где-то ногу сломала, тут был уже другой хирург, и так я, значит, прокантовался месяцев, наверное, пять, всё, антисептики накладывал, антисептики, бинтовал, антисептики, бинтовал, бинтовал, всё это так, потом, значит, в одно прекрасное это время, и очень больно было всё, когда рука болела страшно, поднимать ничего нельзя было, вот, уныния страшные, каждый день, перевязка утром, перевязка, это, вечером, и так я опромучился, но долго потом, значит, в одно прекрасное время посмотрел, а что-то меня не заживает, и, как бы это, что-то выглядывает, что-то такое там, ну там, это выглядывает, так внимательно посмотрел, а это выглядывала кость, какая-то прозрачная, прозрачная, два, от оконца, прозрачные, вот эти, кончики выглядывали, вот, вот эти, два конца выглядывали, не, не, вот, вот, чуть-чуть, вот так вот, вот, как-то они там плашмя выглядывали, смотрю, какие-то толстые, широкие, руку согнуло, они вышли, руку отразогнуло, они уходят куда-то, думаю, что-то видно там, положил он какой-то, может быть, дренаж или еще чего-то, я, конечно, не знаю, вот, ну я, там уже из больницы с ногой вышла, опять я к ней записался на прием, чтобы узнать, что у меня тут такое, вот, она, значит, взглянула, ты у нас был, я говорю, был, помню, помню, да, так, это же у тебя стекло, я говорю, что вы, тут стекла не может быть, да стекло, говорю, это она, сестра, посмотрите, что это это такое, стекло, я говорю, какое стекло, тут быть не может никакого стекла, это, какая-то кость, или, это, что-то, Я говорю, я же говорю, в госпитале был никакого, мало ли что ты тут в госпитале, но это стекло, пойдем я тебя тут посмотрю. Она значит в кабинет перевязочный, мы от этого вошли, она руку поднимет вот так, так внимательно смотрит, потом какие-то взяла щипцы и потянула. Как я зарыл, она значит тянет меня, я говорю, ешь твою мать, что ты делаешь, это же стекло, стекло, она говорит, терпи немножко, терпи, никакого наркоза, ничего нет, теперь уже поздно. И она вынимала, я кричал, много крови, кровь черная какая-то, темная, все тут у них, весь пол испачкал, наконец, ах, вынула и показала мне. Я говорю, да, откуда, говорю, оно, стекло-то. А вот, говорит, не знаю, откуда оно, и я тут и сообразил, что оно вот так вот лежало и 18 лет продолжало путь, 18 лет. И дошло вот до этого места и стало выглядывать, вот оно как-то было. Сбежала вся в больницу, такого мы не видели, тут какой-то крик, вот, она меня похлопала, а то по плечу, теперь никакой не будет у тебя этой, как ее, дегрома, никакой, говорит, дегрома теперь у тебя не будет, все, говорит, заживет. Я говорю, спасибо, лишь бы быстрее отсюда бежать, и побежал, по-моему, и вот до сих пор все прекрасно, все подлечилось, вот, могу теперь работать, могу сжимать, могу, главное, мыться уже можно, так что все, порядок. Спасибо врачам этим. А сестра кричит, когда она потянула, ой, вот смотрите, какая у нас медицина, смотрите, что зашили вам туда, что зашили, видишь, вот, что, говорит, это зашили, кто это так, это Бог. Я говорю, вот такое, вот такое, говорит, у нас такое отношение к людям, все.